Ну и плюс может подняться вода, а ехать надо вдоль берега, потом можно и не уехать отсюда. Что сегодня за день такой сказочный, это просто обалдеть, смотрите какой кабан, вообще зверюга, в нем килограмм 5 наверное минимум, да какой там 5 здесь все 10. Всем привет, ну вот наконец-то я выбрался на рыбалку, приехал на один интересный водоем, однажды мы здесь очень хорошо отловились по лещу, прям мешками люди таскали, но я как всегда взял себе 5-6 штучек, но люди уносили буквально тоннами отсюда леща, но это было два года назад, что сейчас здесь творится я не знаю, будем искать какую-то рыбу, посмотрим, как всегда я не буду ловить на какую-то одну снасть, там у пруссии все нет, буду пробовать и поплавочку, попробую судака половить на джиг, ну и донки здесь расставлю, может быть еще какая будет рыба здесь интересная. Взял лодку, скорее всего с берега ловить не буду, все буду делать с лодки. Сейчас уже потихоньку начал раскладываться, хочу вот здесь вот вдоль камыша вот так вот на лодке пройтись, там есть песчаная коса, в основном всегда рыба клевала там, вот там и буду смотреть, в общем сейчас все увидите своими глазами, что здесь происходит. Сегодня очень ветрено, к вечеру вроде бы ветер должен стихнуть, но завтра будет еще сильнее ветер, ну а я в общем-то приехал на два дня. Посмотрим, надеюсь рыбалка будет хорошей, кукурузы наварил, снастей в принципе взял, всех каких возможно, поехали порыбачим, сейчас накачиваю лодку и идем расставляться там, смотреть туда-сюда, в общем все сами увидите, поехали. В общем все жара. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, какую штуку приобрел с Алиэкспресс, заказывал. Не знаю, подойдет к моей машине, не подойдет. В общем, вот такая вот тема. Вот такой вот мешочек. Вот так вот одеваешь его на дверь. Сейчас как раз и проверим, не слишком ли моя дверь большая будет. Ну да, чуть-чуть не хватает. Я думаю, на легковушку хорошо подойдет. От комаров и так далее. Натягиваешь вот так. Окно открыл. Ну, на легковушке, да, она полностью дверь закроет. Просто у меня двери чуть великоватые. В принципе, интересная штука получается. Вот так закрыл. Ну и все. Я ее все равно сейчас, наверное, оставлю. Ну да, просто окно полностью не буду открывать. Классно. Ссылку оставлю в описании. Прикольная штука. Собрал я, в общем, три снасти. Одну установлю вот здесь, прям на берегу. Такую сделал. С двумя крючками. С небольшими. Посмотреть, какая рыба здесь вообще может клевать. А два других мне хотелось бы установить где-то вот там вот. Там резкий перепад глубин. Идет коса. И потом резкая глубина. Вот как их там установить, я сейчас подумаю. Или заплыву туда на песчанку сейчас. Либо отсюда как-то натяну. Не знаю, в общем. Будет видно. Сейчас заплывем туда. Посмотрим, как быть. Возьму так, что может пригодиться. Ветер очень сильный. Здесь он не так ощущается. Потому что я здесь в низинке. За камышом. А вот там сейчас к морю подплывем. Там прям очень сильный ветер сейчас. Ну, надеюсь, что к вечеру стихнет, как и обещали. Для начала, думаю, заведу вот эту закидушку. Сейчас заброшу. Там сразу закормлю на месте. И проплывусь туда дальше. Заодно посмотрим, как там обстоят дела. Но ветер очень сильный. Скорее всего, будет сносить. Так что посмотрим, как быть-то сегодня вообще. Вон цапля какая красивая полетела. Ничего себе. Все, погнали. Да, сильно несет. Я еще даже не выплыл. Туда, куда надо. Вот туда мне надо. Все в ту сторону. Ну, а здесь уже, в принципе, глубина есть. Лишь бы у меня там леска не закончилась на катушке. Сейчас чуть выше заплыву. Пока будет сносить. Как раз выставлюсь. Ну, все. Пока совсем не снесло. Сейчас по-быстрому выставлюсь. Иначе не получится даже закормить нормально. Именно ту точку, куда заброшу. Так, ну, меня несет вообще от берега. Все, закинули. И здесь же прикормили. Ну, пока как-то так, как получилось. От берега понесло. Да, считай, я поставил почти у этого берега снасть. Ну, возможно, так даже лучше будет. Сейчас надо подумать, куда вот эти две поставить. Сейчас тот пойду натяну. Нормально установлю. А потом этими двумя займемся. Наверное, вот туда выплыву. И оттуда прям поставлю их. Ну, либо сбоку откуда-то. Просто я не услышу поклевку. Если поставлю там на песке. Так, ну что, это установлено. На дне, похоже, там тина или водоросли, непонятно. В общем, натягиваешь, там уже за что-то зацепилось. Потом на обратном пути отцеплю. А сейчас поплывем туда, на песчанку, на ветер. Покажу вам, что там с морем сейчас происходит. Здесь должно быть более-менее чистое дно. Вот здесь сейчас вот водоросли. Вон они на дне, видно. А вот там дальше, там должно быть чистое дно. Чистый песок. А здесь, да, вон все заросшие. Вон они. Ветер, конечно, мощнейший. Вот куда-то вот в эту область мне нужно будет забрасывать. А вот куда именно сами удочки установить, я пока не знаю. Наверное, оттуда прям с песка поставлю сейчас. Вот теперь смотрите, что здесь происходит. Не знаю, будет меня слышно или нет. Ветер очень сильный. Было бы хорошо здесь запустить дрона. Посмотреть на все это сверху. Но это нереально. Я бы мог, кстати, вот сюда прям заехать. Но видите, здесь какой ветер. Что здесь делать? Ну и плюс может подняться вода. А ехать надо вдоль берега. Потом можно и не уехать отсюда. Вот так вот. Вон какие волны. Так, ладно. Здесь можно долго стоять. На все это смотреть. Возможно, приплыву сюда со стульчиком. Посижу, погляжу. Надеюсь, что к вечеру стихнет. Все, я сейчас прям отсюда тогда поставлю. И буду здесь прям ловить с этого берега. Ну, здесь, разумеется, сидеть не буду постоянно. Но раз никого нет, то в принципе поставить можно. Вот тут прям. Это просто р fail. Хорошо. И весь тот раз. с берега такую снасть нормально не забросишь ну плюс надо еще же точечно закармливать поэтому придется по одной забрасывать их две сразу точно не получится из-за ветра не было бы ветра конечно все намного проще было бы так вот раз и поехали забрасывать здесь наверное можно даже не грести и так унесет несет чуть-чуть не туда куда надо так вот 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 Пока я так поставил, их не очень хорошо, прямо скажем. Особо не целился, на дне не укладывал, там как-то их хорошо. Это все из-за сильного ветра, то, что несет, на якорь вставать тоже не вариант каждый раз. Но к вечеру, надеюсь, что прогноз погоды сбудется, ветер чуть подутихнет. Вот тогда мы их уже аккуратно расставим, поставим буйок. Плюс сейчас я возьму подводную камеру и посмотрим, что здесь творится на дне, куда лучше забросить. Ну и так далее, сами понимаете. Сейчас, в общем, все сделаем грамотно, пока просто снасти собрал. Пока, в общем, как-то так. Забыл, хотел камеру сейчас взять подводную, сразу дно посмотреть, но забыл. Но плюс, говорю, из-за этого ветра, блин, ну не получится здесь что-то нормально установить. Так, взял камеру, в общем, сейчас опущу ее и как раз меня туда будет ветром нести. Будем смотреть по дну, что там творится, какое дно. Так, ну что, смотрим. Так, над леской. Ну вот так несет, что здесь и не успеваешь что-то посмотреть, говорю же. Это надо вот на месте как-то зависать. Вот здесь примерно где-то закидушки стоят. Так, ну здесь и глубина, похоже, что есть. В общем, пока ветер дует, Ничего нереально сделать. Даже дно осмотреть не получится, наверное, сейчас толком. Ну вот. Вижу водоросли. Водоросли, водоросли. Все дно в водорослях вот здесь. Сейчас давайте двигаться дальше. Вернее, ближе к берегу. Потому что закидушки там стоят, именно ближе к берегу. Да, но похоже, что здесь везде вот такое дно. И вот так просто здесь закидушки не установишь. То есть, получается, То, что сейчас вот эти мои стоят, закидушки все, Они все здесь стоят бесполезно. Ну просто, считай, груз вот так лежит на дне. И кукурузина там провалена. Вот в это вот все. Не знаю, какая рыба там сможет отыскать. Мне казалось, что здесь вот именно на песчанке нет такого. Оказывается, полностью везде водоросли. И вот эта вот моя закидушка, которая с этого берега стоит, Тоже получается в таком же месте поставлена. В общем, надо будет сейчас что-то думать. Пока несет, проплывусь, посмотрю, может быть, найду, где чистое дно. А пока буду вот искать, думать, куда их переставлять ближе к вечеру. Потому что здесь везде бесполезно. Нашел я, в общем, часть озера с более-менее чистым дном. Вот здесь видно, есть водоросли, но они невысокие, так по дну лежат. Ну что, думаю, сюда, наверное, придется завозить с Настя. По-другому именно на донке половить не получится. В общем, вот здесь справа есть чистый участок дна. Ну как чистый? Вот примерно вот такой вот. Ну все хоть не заросший водорослями так, как там, где сейчас стоят мои закидушки. И вот надо будет как-то отсюда устанавливать. Но я все предусмотрел. Взял вот такие вот палки. Вот на них и буду устанавливать донки. Вот в этом месте. А вот здесь вот справа есть нормальное дно. Ну все, ближе к кустам, думаю, поставлю. Чтоб особо их не было видно. Вот здесь вот. А оттуда сейчас пойду, соберу донки. Вот. Вторую здесь. Ну все. Надеюсь, рыбу мы все-таки половим. Да, вот где-то вот здесь вот есть и более-менее глубокий участок. Здесь, в принципе, весь этот водоем не особо глубокий. Я здесь один раз-то бывал уже. Малька он много. Кто-то удачно отнерестился. Змееголова ни одного не видел пока что. Тоже есть в планах половить. Все. Сейчас не буду по ветру, наверное, расставлять. Смысла особо нет. Сейчас пойду пока соберу снасти. А попозже сюда заплыву и установлюсь. В общем, готовлю здесь себе обед. Вот все такое. А у меня здесь сейчас как потянуло. Фу. Так. И что это было? Кто-то дергает, да, по-моему? Неужели? Неужели? А, здесь же у меня два крючка. Поэтому один все равно получается над водорослями. Вот поэтому, возможно, и случилась поклевка. Ну и кто там? Ух ты. Да я, похоже, сазанчика поймал. Ничего себе. Попер. Вбегал. В общем, убрал. У меня там газовый баллон стоит. И все такое. Ох ты, ничего себе он куда увел. Е-мое. Как бы не пришлось сейчас на лодке за ним плыть. Да, похоже на сазана. Он в камыш залез. У меня там два крючка получается. Ну что, выводи, не в камыш пошел. Надо на лодку прыгать и на лодке плыть. По-другому никак. Не знаю, как я его сейчас буду вытаскивать. Он прям в камыш ушел. Еще и плюс ветер, блин. Ветром-то будет меня тащить. Вот оно. Сазанчик. Ну вот. А я думал и этот закидок вытаскивать. Потому что, думаю, и этот в траве лежит. Но я не учел, что здесь есть верхний крючок. Поэтому не все так плохо. Кстати, не знаю, на какой он попался. Сейчас посмотрим. О, какой хороший, да? Да, на верхний крючок попался. О, такой сазаняра. Так, сейчас, чтобы плавником не зацепился. О, какой. Приличный, да? Экземпляр. Такой хороший, мощненький. Упитанный, плотный. Вот такого поймал я сегодня. Неожиданно. Вообще не собирался даже рыбу ловить. Решил сесть пообедать. И вот оно. Вот такой вот. О, какой. Класс. Ну что? Спасибо за поклевку, сазанчик. Хороший. Пару кило такой. Все, пошел дальше плавать. А я пойду все-таки пообедаю. Так, ну что? Пообедал. Чуток посидел. Думаю, подожду. Может быть, ветер утихнет. Ну, в принципе, немного он стих. Но все еще приличный дует. Но должен прекратиться к вечеру. Посмотрим. А пока сейчас буду расставляться по новой. Сейчас вот этот первым делом поставлю, на который поймал. Вот видите, у меня грузило с нижним крючком ушли водоросли, получается. А верхний крючок остался сверху болтаться. И вот на него уже клюнул сазан. Я бы мог все так снасти, в принципе, переделать. И поставить их прямо отсюда. Не мучиться, так сказать. Но я хочу все равно сделать именно донную снасть. Вернее, она уже сделана. Поставить ее хочу. И для этого мне именно нужно дно такое. Подходящее. Вот этот я сейчас поставлю здесь поближе. Здесь как бы дно не сильно в водорослях. Но глубина меньше. Но все равно поставлю поближе к берегу его. И потом те два завезу туда, где я подготовил для них место. Все, будем ждать вечера поклевок. И чуть позже соберу поплавочку. Потом соберу, наверное, два спиннинга. Один на джик. И один на змееголова. Я пока плавал, смотрел. И здесь возле берега вот так вот не сильно прям водорослей много. Поэтому сейчас здесь поближе и поставлю ее в донку. В принципе, наверное, не важно, что здесь чуть-чуть мельче будет. Потому что все равно там всю глубину водоросли забирают. Даже там, где глубже. Вот сейчас отгребу. Буквально где дна не будет уже видно. Можно будет поставить. Вечером должно все равно. Рыба подойдет вечером. И сюда тоже подойдет. Ну вот, наверное, где-то здесь оставлю. Да, глубина совсем небольшая. Буквально всего ничего. Кукурузу пока берегу. Чтоб и на вечер хватило, и на завтра тоже. Все, сейчас поплывем. Те две ставить интересные, которые на штырьках. Вот здесь, похоже, ходит змееголов. Видимо, небольшой. Я в прошлый раз проплывал здесь. Кто-то тронулся здесь. И сейчас тоже отсюда кто-то сорвался. Но небольшой. Сейчас я вот эти две закидушки поставлю здесь. А потом возьму спиннинги. И поплывем по всему озеру. Вокруг. Опять обследуем. Может быть и для закидушек лучше места найдем. Может быть и на спиннинг что-то половим неплохо. Но сперва надо установить закидушки. Вот здесь вот сейчас я их выставлять буду. Хорошо, говорю. Вот камера подводная выручила в этот раз очень сильно. Так вот, не знаешь, какое здесь дно вообще. Абсолютно никак не узнаешь. А так только закинул, сразу зацеп уже в водоросли провалилось. А при помощи камеры, вот, пожалуйста, я нашел, считай, дно подходящее. Ну, надеюсь, что эти старания помогут рыбу поймать теперь. Ну, сазан, конечно, блин, вообще неожиданно. Не ожидал даже. Вот так они здесь и будут стоять. Ой, ничего себе. В глину ушел. Даже можно чуть поглубже их втопить. Вот так вот нормально. Я думаю, можно уже ставить. Ну, глубина ничего. Нормальная. Пойдет. 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 Продолжение следует... Все. Есть две закидушки. Бенчик здесь, в принципе, ставить бесполезно. Скорее всего, будет где-то далеко. Ну, кто его знает, может быть здесь, когда будут плавать со спиннингом до с удочкой, может быть и услышу поклёвку. В общем, собрал два спиннинга, один джиговый, другой на змейголова, на лягушечку. И сейчас попутешествую, всё вокруг полностью оплыву. Я знаю, там есть такой канал в конце этого водоёма. Довольно протяжённый. Посмотрю, может быть там змейголов будет. Ну и поищу чистое дно, чтобы на джиг попробовать половить. Вот с той стороны я вижу там песчаные берега. Вот здесь мне показалось, что ходит змейголовик. Надо попробовать лягушку бросить. Как же я давно этим не занимался, а? Ничего себе! Посмотрим, сколько времени уже прошло. Ну вот она, подветренная сторона. И здесь тишина, спокойно, ветра нет. А буквально вот здесь, за этим бугром песчаным, там, блин, целая буря бушует. Проверяю на змейголова. Ну вот, что в прошлый раз я здесь был, что сейчас я змейголова что-то не наблюдаю вообще здесь. Хотя, по идее, в таком водоеме его должно быть просто полно. Я сейчас пробью, и вот там кто-то плещется. Там, видать, еще есть такой небольшой водоемчик за камышом. Сейчас я туда попробую. Там кто-то плещется, прям слышно. Ну это может быть и птица, конечно. И здесь водоплавающих, вон сколько. А плал я уже почти все озеро. Дно везде, вот, одинаково. Вот оно. Сейчас включу запись. Водоросли, водоросли, водоросли. Вот даже здесь вот песчаный берег. Я думаю, может быть здесь не будет. Но нет, здесь все полностью дно в водорослях. Есть некоторые участки без водорослей, но там глубины нет. Вот, допустим, сейчас я к берегу подхожу. Вот пошло дно более-менее без водорослей. Но и глубина уменьшается прям сильно. Так хочется найти место, где поджиговать. Но, блин, видать, не судьба. Зря спиннинг собирал. Решил, в общем, половить на поплавочку. Заплыл сюда. На косе вот там уже люди стоят. Сейчас попробую, у меня опарыш есть. И червь есть. Может, чего-то здесь и будет клевать. Вот там, похоже, нерест идёт. А там змееголовы два. Похоже, нерестятся. Ничего себе. Ничего себе. Пока ловил на поплавок. Где-то колокольчик, прям этот бубенчик звенел так. Не знаю, у меня это. Или кто-то вытаскивал, не снимал бубенчик там. Нет, похоже. А, нет, вон, что-то у меня дёргается. Опа. Да, и колокольчик свёрнутый. Чё, ещё один сазан клюнул. Отлично. Пойдём посмотрим. Да, здесь и правда поклёвка. Нормально разматывает. А, так он всю катушку вымотал. О, смотрите. Второй не собрать. Или опять сейчас плыть придётся. В общем, здесь у меня стоит две закидушки. На этот тоже что-то шевелится. Ничего себе. Да ладно. Этот тоже мум клюёт. Ничего себе. В общем, там я оставил на островке одну закидушку. Одну сюда привёз. Да, и правда он там тоже уже кто-то, видать, некрупный сидит. Карась какой-нибудь. И везде поставил по два крючка. Фу. Уже устал. Выматывать. Да, там тоже кто-то сидит. Ничего себе. Клёв начался что ли. Фу, блин. Давно я этим не занимался делом. Вот сейчас опять в камыш пойдёт, блин. Надо, наверное, с лодки их вываживать. Иначе смысла нет. Ну, он опять туда упёрся. Давайте попробуем с лодки, значит. О, пошёл, пошёл. Опа. Ну, поехали посмотрим, кто-то там есть. Ух ты. Испугался. Ух ты. Ничего себе. Ух ты. Бля, сильно натягивает. Ну, это крупный. Зашевелился. Да, это крупный, видать. Здоровый. На нижний крючок взял. Ничего себе там кабан. Ой-ой-ой. Вот это, да? Вот этот сильный попался. Поначалу он таким не казался вообще. Поначалу он легко шёл. Ничего себе. Ух ты, там кто-то огромный. Может быть, Амур? Не хочет подниматься вообще. Сазан огромный, сазан. Здоровенный. Ничего себе кабан. Давно я таких не ловил, я вам скажу. Ничего себе. Вот это монстр. Вот это я понимаю. Ой, блин. Вот это кабан, смотрите. Какой огромный. Поплыли на берег, смотрите. Вот это ощущение, конечно, вообще ничем не заменяемое. Ну, ещё на втором кто-то есть. Там кто-то, видать, мелкий. День-то удался. Рыбалка то, что надо, получилась. Кайф. Кайф. О, нифига себе. Ой, 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 ой. Какой здоровый. О, смотрите. Офигеть, да? Вот это да. О, ничего себе. Я за щипцами ходил. Он сам отцепился, пока меня не было. Оф, какой. Ничего себе. Ой, ой, ой. Ой, ой. Тихо, тихо. Ну, чё скажете? Как вам такое начало моего сезона рыболовного? Я так лично не ожидал, если честно. Что вообще будет такой клёв, в принципе. Ну, вот. Это уже второй. Первый был где-то на двушку. Ну, этот килограмма четыре, наверное. Вот так вот. Классная рыбина вообще, смотрите. Какой огромный. О. Вот это кабан. Ну что, поехали. Зазан. Опа. Ничего себе, какой он здоровый. Я вообще таких давно не ловил. Прям вообще вот такого размера. Я уже и не помню, когда последний раз. Но здесь кто-то ещё сидит. Вот это рыбина. Честно сказать, эмоции вообще выше крыши. Серьёзно, таких сазанов, наверное, только здесь сейчас водятся. Просто огромный. Ну, для нашего региона это сейчас считается просто огромный сазаняра. Вот так вот повезло мне сегодня. Класс. Так, ну что, посмотрим, кто здесь. Сидит там. Позванивает. Здесь, наверное, кто-то некрупный. Никуда ничего не тащится. Ой-ой-ой. Ничего себе. Это что такое? Что, опять плыть придётся? Да, там кто-то есть, по-моему. Ух, тут, а там кто-то шевелится так. Да и серьёзно прям шевелится. Да это тоже сазан похоже. Вон, далеко так. А может быть там просто из-за водорослей так кажется. Что, поплывём, да, наверное? Что так тянуть? В общем, в этот выезд у меня получилось очень много наснимать материала. И всё в одну часть никак не получится уместить. Поэтому, на этом я закончу первую часть данного видео. Не буду затягиваться второй частью. Выйдет она совсем скоро. Возможно, что сейчас, когда вы смотрите эту серию, вторая часть уже вышла. И ссылку на неё вы сможете найти в описании под этим видео, либо перейдя на канал. В следующей части вы увидите, как я поймал самого крупного сазана в своей жизни. Ну и ещё много интересных моментов, включая подводную съёмку. Поэтому не забудьте подписаться на канал, если вы ещё не подписаны. И увидимся в следующей части. А вам спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok